На совместном заседании Бобруйского горсовета депутатов и районного исполкома образованы две территориальные комиссии по выборам президента Беларуси. В состав Ленинской вошли 11 человек, из них пятеро – представители политических партий и общественных объединений, двое – выдвинуты гражданами путем подачи заявлений, четверо – трудовыми коллективами. Структура в Первомайской представлена почти аналогичной. В связи с празднованием Дня Октябрьской революции на площади Ленина изменится схема движения общественного транспорта. С 9 до 11 часов ограничения затронут улицу Пушкина. Автобусы маршрутов номер 6 и 6А будут следовать по Минской, Советской, Гоголе и далее в прямом и обратном направлениях. Работники агропромышленного комплекса Беларуси намолотили более 2 миллионов 350 тысяч тонн кукурузы. Урожайность – почти 79 центнер с гектара. Убрано чуть более 300 тысяч гектаров посевных площадей или порядка 97% от плана. Во всех категориях хозяйств на сегодня намолочено около 10 миллионов 250 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2024 приблизились к показателям в 9 миллиардов в долларовом эквиваленте. За октябрь этого года золотовалютные резервы выросли на более чем 75 миллионов после увеличения в сентябре на порядка 161 миллион. Наибольшую долю в структуре занимают средства в иностранной валюте и монетарное золото. Беларусь и Россия договорились об отмене мобильного роуминга. С 1 марта операторы должны обеспечить абонентам двух стран связь по тарифам на уровне домашней сети. А также не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 гигабайт интернета в месяц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...